Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает, вопадом. Сегодня речь пойдет о книге, не предназначенной для юного читателя. Дорогие мои юные друзья, посмотрите другой ролик, потому что, как всегда, в моем ролике не содержится ничего, что нельзя было бы дать послушать детям, да, хотя, конечно, я упоминаю страшные запретные слова геи и лесбиянки, поскольку они есть в книге, но это само по себе ничего не значит. А вот в самой книге много скучного и много того, что, в принципе, наверное, до 16 лет абсолютно лишнее. Вот почитайте лучше, ну и далее по списку, да, у меня есть целый прекрасный плейлист, значит, точнее, указатель книги для юношества, да, и там много всего. Хотя книга в центре вселенной, это уже новое издание, в такой вот очень стильной обложечке, в таком вот оформлении, да, заявлено как young adult, это очень сильный adult, друзья мои. Это действительно вот реально для молодых взрослых, и ключевое слово здесь взрослых. То есть 18+, это редчайший случай, когда я поддерживаю возрастной индекс. Не потому, что книга набита геями и лесбиянками. Я придерживаюсь позиций абсолютной толерантности. По нынешним временам, наверное, это не очень популярная позиция. Вот, я настаиваю на том, что законодательно и социально все люди, независимо от их гендерной принадлежности и независимо от того, что они себе придумали по поводу своей гендерной принадлежности. Пожалуйста, вот вам реверанс в сторону тех, кто отрицает серьезность этих проблем. Должны быть уравнены в правах и не подвергаться насилию и дискриминации, поскольку любое общественное рассуждение – это насилие и дискриминация. И оно, в общем, это очень плохое оружие. Оно абсолютно не подконтрольно. Это как атомная бомба, понимаете? Мы можем гордиться, что она у нас есть, и она как бы обезопасывает нас от нападения. Но, с другой стороны, если уж случилось, то накроет всех. Вот, казалось бы, что такое общественное осуждение? А это одна из важнейших тем книги в центре вселенной. Это то, что, видите, юные друзья, ну, скучновато, честно вам скажу. Ну и, как бы, посмотрите что-то другое. Вот. Значит, но тем, кто уже готов к созданию семьи, тем, кто приближается к 20-летнему рубежу, тем, кто в нашей стране, в наше время, в этом возрасте уже выбирает профессию вполне всерьез и проходит высшее образование, получает, или вполне себе стажируется уже, как бы, на полном серьезе. Вот в этом возрасте то, что происходит вокруг тебя в обществе, становится впервые значимым. Не в твоем кружке, не у товарищей, которые там следуют моде, и ты, значит, которым подражаешь, не в кругу семьи, и, значит, не у кумира в голове, да, у каждого есть кумира, у каждого есть люди, которым он подражает, значит, которым, на которых он стремится быть похожим, именно в обществе в целом. Присмотрите, что происходит. И вы увидите, что есть несколько очень неприятных вещей. Одна из этих вещей – это общественное осуждение. Это то, что заставляет не некоторых единиц, да, значит, противопоставить себя обществу. Это плодотворная позиция, на ней держится весь романтизм, на ней держится большая часть произведений художественного творчества, да, созданных индивидуально. Но на ней же держится такое количество насилия и такое количество зла в этом брендном мире, что хочется навсегда избавиться от этого. Судьба Глэс, главной героини книги, и двух ее детей, близнецов Фила и Дианы, она очень символична. Более того, вот эти вот символические ряды, параллели, ну, Диана, которая стреляет из лука, да, которая, значит, ночью, лунной, постоянно пропадает куда-то ночами, будучи подростком в 14 лет. Ну, как я уже говорил, книга не для детей, поэтому она там с подружкой купается без одежды в реке. Вот. Что, в конце концов, приводит к трагическим последствиям, ну, относительно трагическим. Значит, ее старший брат, который открытый гей, в старшей классах школы, в Германии в период написания книги это уже не так страшно, хотя там есть очень симпатичная пара, точно так же. Две, значит, героини живут вместе, они партнеры, и они, в конце концов, уезжают в Голландию, потому что их затравили. Ну, надоели им. И, в общем-то, ничего не угрожает, скорее всего, потому что вот реально закон порвет на части того, кто что-нибудь сделает против них, да. Но люди находят способы выражать свое неудовольствие. Вот не дает им покоя то, что рядом живут непохожие на них люди, да, не претендующие ни на что, но имеющие наглость вести свой образ жизни, такой, какой им захочется. Вот, в конце концов, они эмигрируют в Голландию. Это уже откровенные спойлеры пошли, но это все побочные линии сюжета. Центральные же интриги я вам не расскажу. Она в непростых взаимоотношениях между матерью и детьми. Они не называют, и главный герой, от лица которого ведется повествование, не называет ее мамой, называет ее Глэс. В их семье произойдет страшная трагедия, какая я вам не скажу. Почему она произойдет? Потому что есть вещи, которые очень сложно примирить с реальностью вокруг нас. Глэс претерпела тяжелейшую душевную травму. И она тоже несет в себе, и вы узнаете об этом в последней части книги, да, то есть где-то уже две трети точно будут прочитаны, она несет в себе след вот этого впервые катастрофического события, которое и привело к рождению близнецов черти где в Европе. Она эмигрировала из Америки, да, она совершенно, она чужая для всех людей. Я еще скажу об этом окружающих. Вот это вот катастрофическое событие, это часть понимания своей собственной сущности. Она поняла, что она такой человек и никакой другой больше, и вынуждена была сделать то, что она сделала. И вот, понимаете, самое-то главное в этом моем довольно путанном пересказе, да, я стараюсь обойти главной стороной, самое-то главное в том, что ты все время, все чтение, весь процесс чтения постоянно вибрируешь, колебришься между осуждением героев, всей семейки на самом деле, потому что мне глубоко не близко то, что они творят, очень, да, значит, и полным сочувствием к ним, потому что, хотя главный герой полностью унаследовал все то зло, которое может воспитаться и взрасти в человеке, тут и гордыня, тут и все, он говорит, маленькие человечки, вот эти вот, которые там за рекой живут, они живут в старинном особняке, отдельно от городка, это еще одна оппозиция, которая, значит, очень важна, и жители, да пропорядочные бюргеры вот этого городка, они очень-очень их не любят, они ведьмины дети Филодиана, да, и будь они не геи-лесбиянка, а как такие обычные подростки, это совершенно не имело никакого бы значения, потому что на самом деле здесь важно только одно, здесь важно то, что они совершенно не похожи на остальных, и вот у главного героя, который повествует, вполне себе комплекс развелся во всей красе, то есть нам писатель это демонстрирует, вот эти вот маленькие людишки, которые сами несчастны, и стремятся сделать всех остальных именно таким образом несчастными, ну как несчастные, они вот терпят эту Глэс, да, но тем не менее ходят с ней и общаются, поодиночке, в глубокой тайне, обязательно ночью, чтобы остальные домохозяйки не узнали, что такая-то приходила к ведьме, о чем они с ней разговаривают, с Глэс, да, с матерью близнецов, ну о своих житейских делах, чаще всего они никто, они никак не состоялись в жизни, потому что никогда не ставили перед собой никакой цели как-то состояться, они не ставили перед собой цель быть счастливыми, они живут как живут, некоторых бьют мужья, другим получше, мужья просто пьяницы, просто пьют, у третьих просто скучные типы и хочется повеситься каждый день с утра, вот, они глубоко несчастны, они, и поэтому они травят еще эту семейку, потому что они желают всех остальных видеть такими же, да, вот, не так, чтобы эти троицы, эти трое и все кавалеры, которые там появляются, все второстепенные герои, в том числе Тереза, в том числе ее партнер, вот, значит, эта лесбийская парда, не так, чтобы они счастливы, но они живут так, как они хотят жить, а больше смелости и силы в себе на это не находит ни один из персонажей. Очень спорный, я бы сказал, очень спорный тезис, очень спорный, и все, что происходит, оно абсолютно не бесспорно. В этом основной талант Андреаса Штайнхёфеля. Я хочу сказать, что этот немецкий писатель умудрился таки заставить меня дочитать этот текст до конца, постоянно держа в напряжении тем, что произойдет, не скатился ни в какие мифологические параллели, как это часто бывает в современной прозе, но я уже начал вам описывать, вот эти вот божественные близнецы, значит, брат и сестра, у которых сложные взаимоотношения между собой, день и ночь, Диана и Фил, Фил это, значит, по-английски любовь, не забываем, что это все англоязычные коннотации имеет, потому что они из Америки, родной язык у них был английский, да, и, значит, соответственно, это тоже все очень важно. Там еще обыгрываются цитаты и образы различные, да, вот он не скатывается в это. По-прежнему на пике внимания актуальная психология. В романе, разумеется, есть, значит, какие-то сцены секса, хотя это абсолютно не важно, да, он ничего не описывает, подробности, ему важно, что происходит в голове у этих людей, и там такое происходит, что, вы знаете, все остальное отдыхает, вот. Это очень важно. То, что нам сейчас кажется простым и ясным, это вот то, что я высказал в самом начале, да, у меня максимально толерантная позиция, вот максимально спокойное отношение ко всему этому, вот. Но на самом деле это все очень непросто. И здесь вовсе не гендерные проблемы рассматриваются. И в центре вселенной находится вовсе не вопрос, ну, многочисленные вопросы, да, о том, с кем спать, как жить, там, какие браки можно заключать, какие нельзя и так далее, а вопрос о том, вопрос смысла человеческой жизни, вопрос смысла человеческого счастья, что допустимо для достижения этого счастья, и как нам его добиться, этого счастья. Это довольно сложный вопрос, и я не знаю, ответил ли автор своим романом на них, но в любом случае, вот это постоянное колебание по сочувствованию героям, или подивиться на них, как на некие литературные чудовища, образы, которые созданы для того, чтобы нас от чего-то отвратить, да, отрицательные примеры, оно постоянно преследовало меня до последних страниц буквально. И всеобщее рождественское примирение в конце тоже меня, собственно говоря, до конца не разубедило в том, что я читаю что-то сложное, проблемное, да, не такое, неоднозначное, нет никаких однозначных вопросов. Эта книга, еще раз повторюсь, для очень взрослого состоявшегося читателя, и вовсе не потому, что она набита битком, геями, лесбиянками, всевозможными другими вещами, путь до промискуитета, прекрасный совершенно термин, не буду вам его расшифровывать. Вот, тут важно совершенно другое. Тут важно то, что это вопросы с человеческой свободой, вопросы взаимоотношения внутри общества, пусть даже такого замкнутого, как провинциальный городок, и вопросы осознания того, что важно в этой жизни. Счастье свое собственное, счастье близких тебе людей, счастье любимого человека, положение в обществе, принятие этого общества и этим обществом, и как ты будешь дальше строить свою собственную жизнь. Это довольно сложные все вещи, это как бы следующая ступенька после того, как отгремели гормональные бури, успокоились все треволнения, значит, первой любви, и, возможно, создана семья, и дальше человек смотрит уже на плато своей жизни. Он поднялся, значит, по крутому склону возросления, и дальше перед ним расстивается плато, на котором расположено очень много интересного и много пугающего. Надо со всем этим разобраться. Вот что такое Янка Далк на самом деле. Вот поэтому у нас возраст книги около 20 лет, и не раньше, а не потому, что она там что-то такое содержит. Спасибо за внимание, читайте, наслаждайтесь. Прекрасный совершенно роман, который точно заставит вас и задуматься, и разгневаться, возможно, и удивиться, и на самом деле, конечно, посочувствовать героям, куда уж деваться. В общем-то, автор не может не любить своих персонажей, и мы тоже не можем вместе с ними не проникнуться всем тем хорошим, что в них есть. А в них есть очень много хорошего. Спасибо за внимание.